ребятки всем привет я с украины хорошего дня сегодня желаю мирного неба честника позвонила мне срочно со своего города говорит жен села в автобус еду сильно тошнит короче я говорю тогда высаживайся с автобуса скажи что ты плохо себя чувствую же я тогда приеду уже говорите с надо выезжаем это нет горит я уже доеду в общем сейчас мне надо ее будет забрать поехать черкасса хотя бы в черкассах я заберу чтоб она уже сюда не ехала потому что она добирается двумя автобусами пипец какой-то буду ехать видите все таки и надо только на машине возить она говорит блин я сейчас зарезать обрыгаюсь короче в общем едем в черкасс заеду поем потому что я еще ничего не кушал очень сильно хочу есть не к конечно если узнает она меня блин окончит на меня прибьет я трачу деньги быстренько заеду сюда вот в кафешку в этом и покушаю сильно хочу есть промежога какая-то сильно хотел уже к ней ехать на большая жопа прям не знаю я ем один раз все работает открыт класс буфет столовая ребята чути кто не знал еще раз говорю пусть это не будет как реклама но здесь если есть переселенцы беженцы люди которые иммигрировали там не на люди которые приехали с точек там где боевые действия обязательно вы не вы не знаете где можно покушать вы можете всегда суда зайти в этот буфет столовая можете спросить он возле бывшей воинской части здесь когда-то было раньше воинская час это была офицерская столовая здесь очень вкусно кормят ладно побежали быстренько поедем вот вот привет есть первая шутка да вороховый суп а пюре есть ну тогда привет и пюре и пюрешку тогда быстренько поем вот такой взял супчик гороховый отбивнушечка с пюрешкой и компот взял все всем приятного аппетита буду кушать и хорошая дорога вообще, класс приятная такая, ребят сейчас 136 еду, я не знаю, если вам видно на проекции 136 класс но все равно X5 был более обешумлен, чем X6 вот здесь просто тонкие здесь очень тонкие стекла везде находятся из-за этого слышно все-таки шумность в X5 были толстые, знаете, как двойные там вообще бишь, шумно было едешь, так кайфуешь а здесь немного слышно трассу уже подъезжаю к вокзалу но Вероники моей нету где же моя Вероничка Петер, так открыто ё-моё, ты дверь откуда ты постоянно слева, справа где-то заходишь я тебя не могу вычислить я захожу сзади ну сюда ставь я не знаю он не попортит? это нормально ничего себе тут это ты тянула все ё-моё мой пузатик приехал моя моя мамушинка приехала ты такая уставшая такая красивая у меня и уставшая такие ручницы я голодная иллюзивнику живота почему ты сиски показываешь показывает аж комбинезон если они есть куда мне их деть какой живот животик животик чтобы к тебе доехать 8 круглых вода да я чуть не обрыгалась в автобусе чуть или да у меня очень плохо было мне пришлось есть мятные жвачки и конфеты блин у тебя живот еще больше стоит ты представь ты представь прикинь прикинь еще больше стоит это называется беременность я фигею мама не горюй лакшери тебе надо вон на такой ты видела машину если вам будет видно там такая тачка стоит я не вижу тебе не видно ну наверное нет в камеру посмотри а прикинь такая прикольная вообще ты такая корова да да нет я не понимаю шестой только черный и женщина за рулем ну такая старушечка уже лет пятьдесят прикинь на бахе черные ты у нас тоже не сильно мальчик ну так слышишь ты тоже особо не особо девочка ну и все нашли друг друга купила штучку для кошки деревьев купила мою маленькую мою хорошую закажешь за четыреста гривен моя хорошая девочка купила купила вот любовь наша купила а че мы сюда едем ты мне хочешь это купить хочу сумочку белую и ты купишь себе кроссовки а у меня четыреста гривен ну у тебя на карточке есть деньги так что извините разворачиваемся а чего это не хочу не хочу не хочу ого сколько здесь машин ё-моё слышь малая я тебя кухаю слышь малая что тут машин три коллеги все зашли в любаву с никой ну нас сейчас зайдем и булочку купишь какую-то люб а у тебя есть карточка а я тебе куплю пузатик мой пузатик этот баскетбольный мячик баскетбольный мячик я понимаю старайся спинку ровно держать что же это такое не понятно ой ребята сейчас не кобыли тебе покупать кроссовки а я потому что она ходит в этих белых уже в одни пузатик 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 целый год ходишь да что нельзя было кроссы купить или что не надо денег нет а ты блин самый богатый человек а что нам надо нам надо обувь посмотреть какую то да смотри какая смотри какие фут смотри какие футболки прикольные да джасмин ну красиво эти ё-моё всё нам не судьба нам не судьба вообще ну что же это такое воздушная тревога и короче всем надо покинуть для нам магазины сейчас все люди должны так мы можем здесь стоять и подождём когда оно откроется всё равно здесь все стоят никто не уходит видите как в любовь срочно воздушная тревога иди куда отойдет люди ходят блин смотри сколько людей спускаются и все спускаются ребят вообще движуха да так ты посмотри сколько людей и это все люди прикинь блин все этажи спускаются покажи как спускаются я ж показываю ты прикинь вообще жесть страшно страшно да все ребята все толпами все все толпы спускаются людей из-за того что сейчас поветряна тревога у нас воздушная тревога пошли а мы куда тоже будем не будем здесь сидеть а представляешь сейчас пахнет в любовь сюда ну а мало ли в очереди будем здесь в очереди толпой стоять а ну давай поматерись как ты матерился только что да я я вообще не матерился я сказал а шо вы пацаки на моциках помни банки бензика помни баки бензика а вроде я воювать вот это да и все воспитание какое у тебя плохое так я ж тебе сказал голубой, блин, я угадал ты мне на третий раз ты сначала сказал розовый, потом сказал фиолетовый потом сказал голубой ну красиво, молодец положи на красный ммм, красивый я только из-за тебя сделала а что ты не любишь когда там разукрашивать ногти мне не нравится, я люблю просто однотонный ребята, все открыли заново, полностью все магазины отбой воздушной тревоги поведренной и мы снова с Никой пришли выбирать что там? родская сумочка я думал тебе нравится, наоборот смотри, какие классные вещи я хочу белый пошли, будешь кроссовки себе смотреть сейчас, ну дай а мне уже и посмотрите, не знаю можешь просто посмотреть вот, цветные кроссовки вот, смотри, какие кроссы купить такие, ммм так, Вероника, сейчас ты будешь у меня сейчас ты будешь у меня все носить я не хочу прикольные, классные фиолетовые, ничего себе такие уже будут слишком слышишь? может вот такие вот хочешь вот этот и вот этот, да вот этот и вот этот два тоже красивые да большие, нет? ну, не знаю, мне бы второй померять у меня просто одна нога больше, а вторая меньше не, не большие, нормальные ну, не красивые а почему мне их носить? а эта штука, если под спортивная какая-то вау красивая и сердечко нарисовано нет? ну, это же спортивки а те больше похоже на спортивки ну, вот эти красивее ну, смотри, меренькие какой ее размер тоже мне нравится мне нравится на зубы так, давай я тебя сейчас наряжу и поедешь я тебе куплю и ходи давай, следующий одевай мне понравилось не давит, ничего? дебильнее ну, пока не давит но у меня живот будет еще расти все розовое даже у Ника взяла себе штаны тоже в розовом пакете Ника, тебе идет розовый пакет если б ты еще одела что-то такое беленькое тебе вообще было бы красиво давай пакет выбирай тебе надо футболку какую-то купить я знаю я просто посмотрю кроссовочки нет, какие-то цвет детский угу я иду сколько всего ё-моё щепет щас, котик, потащи о, этот цвет я у девочки видела такие она угу да не да не слишком барби а я у тебя что не барби я понимаю но можно и другое пальто оуу, пальто если бы была осень я бы заставила тебя купить вот такое розовое пальто тебе вот такой штучки бы купить бы вот типа вот такого плана как на ней было бы офигенно я ее FYiyo нет, я нахرو я тоже сколько парни ребят, вот такие вот кроссовки купили две пары целых плюс еще штаны в н praise з彩 н к вам покажет мне приедем домой и она вам покажет, какие кроссовки она ждала себе. В общем, сейчас увидите. Машинка стоит, ждет. Слава Богу, не было поветренной тревоги. Все? Да. Друзья, чтобы вы понимали, очередь, я даже уже не знаю, откуда, километр. Километры, короче, очереди, чтобы заправиться в инзин. Сейчас просто тут плохо видно, чтобы вы понимали, правый ряд, он уже не для движения, а он именно для того, чтобы заправиться на заправку. Все, сейчас только один ряд вот этот вот, левый остается. Прикиньте, все сюда. Вот, все сюда заправляться. Интересно, а вы сколько времени? Привет. Мика уписывала. Привет, дом. Привет, дом. Привет, дом. А, я хочу в туалет. Иди в туалет. Хочу писать. Писать хочу. А ты не кривляла, мать, ребенка своего. О, блядь. Кроссовки. Клеви, кроссовки. Мика купила все кроссовки. О, боже, сколько она набрала. Ой-ой-ой. Писай, писай, не спеши, а то описаешься. Все, ребята. Сейчас мы вам покажем Никины кроссовки. Оп. Вот так. Не влезет, конечно. Я думаю, вот так. Вот так. Ну, видишь. А я переживаю. Ты думала, вот так не влезет? Да, так не влезет. Ну, вот так не влезет. Я почему-то не подумала. А влезет еще. Красиво будет. Ну, что, покажи. Покажи, что ты купит. Я не буду. Что ты привезти? Покажи. Давай, я отнести. Что не выбросил? А ну, покажи. Что, Вероника, мне купить или принести? Это мое. Приготовить. Что-то вкусное, я знаю. Это тапки. Я привезла. Вот, еще тапки. Кто-то будет в гости к нам. Это мои тапки, которые ты мне покупал. О, окей. Это будут тапки. Вау, какие красивые тапки. Теперь буду в своих тапках. Вау, какие, смотри, тапки. Вау, у тебя очень красивые тапки. Жень, холодно у тебя здесь. Ну, покажи, что ты привезла. Готовила ты или мама? Мама, свой мужик есть, ему готовить. А, вау. Это котлеты, Жанна. Это много или мало? Это много. Это что, рыба? Это мясо. Это отбивная. Класс, это отбивная. Сколько их тут? Много? Что, 20, наверное? Чуть 15. Это огурцы. Огурец, помидоры. Помидоры. Вау. С огорода? Чтобы Жанну что-нибудь покупал. Нет, с магазина. О, у тебя вся спина прыщает. Да. Нужно их давить. Что? Прыщешь на спине? Давить, давить. Ну, подстраиваем. Ну, все, я не хочу. Я хочу уже ничего тебе показывать. Боже, у меня уже нос забитый. Вкусно пахнет. Вау. Это кто так закрывал? Папа? Мама закрывала. О, очень маньяк. Черкасский. Это что? Это то, что я думаю. Это то, что я думаю, что это вкусно. Это твою мать вкусно. Какой мой мальчик. Это домашний кекс? Да. Вау. Это свишний. Он, наверное, из этого не поднялся. А это просто... Это че дело? Какао-вы. Это че дело? Да. Вау. Очень вкусно, наверное. А с чем он? Холодно. С чем он, кот? Это просто какао-вы. А это? А это свишний. Первый уйдет этот, потому что он свишний. Випс, как я рада. Как я рада этой соске. Да? Ты хотела этой соске? Да. Интересно. Да? А это контейнер, да. Я не знаю, какой стороной. Ну и все. Класс. Как она закрывается? Сказали, что это... Надо привычать, короче, к груди. Только ребенок родится. Мне вот звонили уже, короче, я с папой, с Виталиком, с парнем. Только другим Виталиком я говорю. То он сказал, что... А почему? Соска типа нельзя? Нет, ты не поняла. Я вообще к другому веду. Что, короче, когда ребенок рождается, надо сразу желательно не приучивать к бутылке со смесью. Вообще, когда... Потому что он сразу при... Ну, там же какие-то 2-3 дня он еще может кушать с бутылочки. Но лучше кормить его с грудью. Когда говорят мне, мама говорила о том, что когда ребеночек только родился, его сразу ложат к маме на грудь, и он сразу к маме... Да, но не каждый. Бывает, когда ты уставший, у тебя все болит. Бывают там, типа, на первый день, первые 2 дня дадут смесь. Но если датына впервые вкусит вот эту смесь, потом тяжело будет переучить на грудь. Будет отказываться, понимаешь? Надо сразу к груди. А ты меня будешь любить сислими, кормящими? Ну, какая разница? Каждая женщина должна кормить ребенка грудью. Не знаю, не знаю. Ты просто не представляешь, какой геморрой, когда не кормишь грудью. Это очень дорого. Это не только дорого. Время... Дело не в деньгах. Смесь очень дорого. Это то, что время, постоянно греть, вставать, мешать вот это все, блин. Остывать оно должно. Это покупать его эти смеси. Я уже заходил в магазин с Виталиком, пробивал, что почем стоят, какие смеси. То, поверь, 400 гривен стоит на 4 дня, по-моему, банка. Я в курсе. Оно и по деньгам, и по времени, и вообще, ну, сильно такое... Грудью проще. Ты взяла, положила ребенка себе, раз-раз-раз, он пососал, положила, он спит. А потом сисям. Ну, что сисям, блин? Ну, блин, сиси, сиси, зато ребенок, блин, живой-здоровый. Приучите к бутылке, ну. В принципе... Не, я не хочу жертвовать. Ты же пойми, что потом... А ладно, ты не будешь кормить грудью. Но весь прикол в том, что потом тебе надо бы покупать молокоотсос и откачивать. А это очень больно. Нанимать потом массажистов, которые будут тебе массажировать грудь. А это очень больно. Это же нашу... Очень больно. Что его и так надо будет покупать. Да. В любом случае. В любом случае. Но не так больно будет, и не так травмоопасно. Потому что... А массажиста тебе нанимать постоянно, чтобы приходил, тебе тут сиси прям мял. Это что же надо? Да, все, в любом случае, молокоотсос нужен. Потому что ребенка там надо первое время очень мало молока он пьет. И все равно же надо это молоко куда-то бивать. Правильно? В любом случае его нужно покупать. Любая беременная женщина покупает. Ну, будем так. Если ты не знал. О, класс. Давай, открывай. Сейчас. Ребята, смотрите. Ну подожди. Давай. Раз, два, три. Какую бы эту бутылку хотелось? Ну вот эту. Давай. Ну давай. Вау. Ребята, если бы вы видели, какие они... Это какой-то змеиный принт, знаешь, такой. Ты покажи, как они... Я не знаю, ребят, если будет вам видно, как они переливаются, ну, наверное... Нет, на камеру камера не передастся. Может на солнце там возле окна? Нет, камера вообще не передает. А попробуй открыть окно. Чтобы свет попал. Такой свет повержу. Попадает. Блин, не передаст камера. Как-то странно. Там так передавало в магазине. Блин. Что ж такое? Просто, ребята, если бы вы видели, как они отцветят, как они передают свет, такая красота. Блин, ну не видно так. Сейчас так не увидим. А, вот. Сейчас как-то... Ну, в общем, классные кроссовки. Кроссовки недорогие вообще, чтобы вы понимали, но... Спортивные, такие, моцные. Сороковый размер. Вот это у Никки Ласта. Так. Пошел. Малой моей, поверь, не меньше. Так что... Ну, что там? У нее тоже сороковый. Давай, вторые открывай. Вау, ничего себе, подруга. Вот это тоже красивые. Какие такие, более классические. Ну, да, подошваты, посмотри, какая. Ребята, смотрите, какая подошвата. Как у лошади копыта. Ух. Да, классные. Красивые, да. Ну, все, у тебя две пары, смотри, какая ты теперь умничка. Вот эти мне прям вообще нравятся. Вот эти мне нравились, а вот эти же они. Вот эти. Жалко не передать, сейчас как они, ох, они так переливаются. Просто здесь, здесь негде переливаться. Света нет. Света мало, да. Да, на классном, блин, да, мало света реально. Классная, да. А вот эти свои кроссовки, Ник, выкидывай уже, кебе не мать. Вот эти вот. Штанишки. Спортивненькие, серенькие. О, смотри, как классно. Я хотела уговорить на другие. Померяешь под кроссы? Да. Давай, меряй, одевай. А ты что, так и будешь ходить? Блин, и те, и те классные. Ну, не знаю, сразу первый взгляд мне сюда падает почему-то. Ну, ладно, мне они тоже больше нравятся. Небольшие, что-то, наверное, надо было меньше брать. Нет, нормально. Потому что у тебя живот будет, блин, потом расти. А так вообще по этой холошке? Ну, мне кажется, что темные кроссовки сюда, наверное, больше даже, чем белые подходят. Хотя я ставки ставил на белые, прикинь. Ты прикинь, а? Ну, не знаю, белые тоже хорошо. Белые тоже прикольные, но эти тоже охеренные. Тоже, а, вот они, да, переливаются, Ника. Да, ой, класс. Вот, 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 нашел я, короче, угол перелил. Офигеть. Интересно. Не, штаны прикольные. Как раз то, что надо, я тебе говорю. Ничего, они небольшие. У тебя живот так, что и то, блин. Еще они в пупку влазят, блин. Я тебе скажу, что... А тебе бы взяли бы поменьше, то ты бы вообще их сожрала бы, эти задние свои. Прикольные. Да. Угу. Теперь у нас будет особая фоточка. Вот это, пока нет. Классно? О-о-о-о, ребята. А давай. Закрой, закрой, сейчас покажи. Интересненько, будет красиво. Вау. Мне мама говорят, что вот это, типа, арка, мы как тут, как в Париже каком-то, знаешь, с арочкой. Вот, вкуснятину приготовила голодная женщина. Прям есть, мама не орю, впервые вижу. Ну, понятно, ребенка кормить надо. Это что, сейчас я сегодня за целый день только две булочки съела. Ну, а, да. Я хоть заехал в одно место, поелку. В одно? Какое? Не скажу. Интересно. А что ты так молчишь? Соля не пересолила? Нет, они не соленые. Вообще, даже с тем, что я посолила после тебя. Ну, да. Ну, окей. Всем приятного аппетита.